а здрасте а всем друзья приветули у нас city skyline продолжается уже 15 серия по моему но да неважно и в общем то вот он наш прекрасный городушечка смотрите у нас тут уже потихоньку очищается наша речка вот эти штуки видимо работают значит эти можно сносить на хрен пока что никто не жалуется поэтому снесем никто не жалуется что город затапливает говном поэтому да все сносим вот эти вот линии электропередач тоже можно в таком случае снести вот до сюда а вот эти уже нужны хотя может быть и эти кстати не сильно нужны вообще они ведут электричество наш город поэтому мы их трогать не будем друзья мы сегодня собирались парк сделать вот этот замечательный парк как-то расчертить еще у нас тут наши индустрии вовсю работают и у нас скоро скоро вот-вот уже будет а работников у нас не хватает да нам надо что-то еще строить тут и я не то намудрил ладно в любом случае очередную лес полосу мы сейчас забубеним я не знаю саженцы или не саженцы наверное не саженцы вот такой вот лесу полосу хочу леса полосу да ну давай это надо посчитать чтобы дорожку сделаешь максимально плотненько это все дело было короче сделаем дорогу вот здесь и будет норм пойдет и соответственно леса полоса да можно было ее чуть ближе делать другой ну да ладно так вот и вот так вот пойдет у нас теперь по работникам 356 у нас здесь доступно соответственно 350 будет и ждем произведенных ресурсов пока что начнем делать парк соответственно в парке в парке в парке в парке в парке нам надо мы собирались сделать природный парк вот такой вот соответственно нужен главный вход который будет около кладбища да здесь у нас будет главный вход и первый уровень соответственно всякие палатки место для костра как прикольненько и у нас отчет за учебный год это здорово на новом уровне репутации столовая университетский фонтан спорткомплекс и открытый лекторий согласитель углерода группа студентов экологов разработала конструкцию специальных резервуаров поглощающих углерод не знаю зачем это надо возвращаемся к нашему кампусу тогда да он у нас теперь второго уровня ответственно студентов нам до следующего хватает привлекательности не хватает научные труды нужен еще один соответственно давайте сделаем очередной научный труд эти исследования не знаю или десерта нет исследования пускай будет исследование его создан научных трудов 3 и 48 ладно давайте развлекайтесь а нам нужно развлекательная ценность точнее не развлекательная ценность а как-то там называлась открытый лекторий черт какой ты здоровый а ну давайте отсуним вот сюда вообще парк какой-то на самом деле здесь лекции читаются да не круто конечно все здесь по рельефу а пофигу далее что нам еще стала доступна столовка столовка чтобы наши студенты где-то могли пожрать а ловку мы тоже в суде столовку мы поставим вот здесь вполне себе она здесь становится далее это у нас университетский фонтан можно тоже напротив столовой его и жахнуть пускай стоит пара-пра-папам общежитие читальный зал центр благоустройства это у нас уже все есть клуб мини-футбола есть открытой лектории поставили спорткомплекс еще нужен кстати тоже не очень большой что меня несказанно радует поэтому давайте вы поставим вот сюда это есть все остальное у нас все закрыто юридический факультет медицинский факультет добейтесь репутации университета прославленной представляете опаньки и у нас и индустрии третьего уровня достигли хорошо что у нас тут с университетом формация научные труды нужен еще один научный труд и у нас будет следующий уровень и мы соответственно тогда без проблем сможем еще чуть туда запихнуть хотя место здесь я скажу осталось совсем мало неправильно рассчитал и не знаю что он будет такой здоровый ну ладно с этим потом разберемся что у нас здесь с электричеством у нас проблемы и да с электричеством у нас проблемы а значит нам нужна еще одна какая-нибудь классная электростанция а есть у нас геотермальная 80 мегаватт всего дает как-то маловато атомная 640 мегаватт дает она потребляет дохренищей воды если мне память не изменяет но атомная электростанция это классно давайте всунем вот сюда опаньки и главное посмотреть что у нас по воде доступность водопровода пока что нормально в атомная электростанция у нас появилась пускай работает вроде как это должно решить все наши проблемы с электричеством по деньгам и пока что идем в плюс это хорошо и давайте перейдем мы к к к к к к к и достаточно покупателей товаров это логично у нас третий уровень теперь здесь работников да надо обеспечить рабочие места еще для следующей прокачки а давайте посмотрим чем мы можем это все дело средняя плантация деревьев у нас появилась так бараки у нас были лесопилка завод гранулировать биомассы у нас тоже по моему уже был и не было не было кстати надо поставить но он у нас был доступен уже раньше это я помню маленький склад бревен склад опилок большой склад бревен нам доступен стал давайте поставим ух ты какой-то большой зараза ну давайте давайте поставим вот здесь вот мы его поставим и заводик до заводик тоже нам надо поставить пускай будет вот здесь он сюда влазит он как раз смотрите как вылазит сюда прекрасно во сырьевые лесоматериалы и бумага отлично работников доступно 471 она до 550 соответственно нам надо еще что-то ставить и я думаю что это давайте эти из полосу дальше забивать основная средняя средняя плантация деревьев еще есть большая на пятом уровне будет доступно ну давайте лесополосу лесополосу плантации деревьев здесь вот здесь вот здесь вот и влезет сюда не влезет стоять можно но будет некрасиво а еще здесь типа херовые деревья у нас растут до из-за того что есть загрязнения но ничего страшного что они растут без листиков древесина все равно в них есть вода на скорее все сухая некрасивая и все такое целых три мы сюда всунули и нормально да водичка у нас очищается потихоньку только сейчас уже начала засасываться сюда грязная вода это не очень хорошо люди сейчас начнут болеть а потом они поправятся это будет потом что у нас здесь здесь небольшие пробки но они не то чтобы сильно катастрофические наверное да кстати большая био это самое большой поиск работы большая безработица получается может быть надо сунуть еще какой-то промышленный район например вот здесь вот по лесному хозяйству тоже можно сделать здесь у нас тоже пробки светофор а зачем здесь светофор объясните мне просто здесь светофор не нужен у нас главная дорога будет а с этой стороны нужно уступать дорогу все надеюсь рассосется вообще как-то мне немножко пофиг на пробке может быть это неправильно но да ладно вы друзья наконец-то до приступаем к парку потому что я уже давно собирался и все никак не мог ответственно парк этот простой нужно только сделать кучу боковых входов и обвязать все тропинками а потом уже на этих тропинках ставить всякие ништяки поэтому вот боковой вход давайте вот здесь вот вход будет вот здесь вот вход будет много входов у нас здесь будет же парк здесь вот вход боковой вот здесь вот и вот здесь вот и даже вот здесь вот соответственно это на что с украшениями хочу с украшениями тропин давайте это будут кривые дорожки макс максимально кривые вот так вот это будет идти так вот и главному входу отлично это мы подсоединили давайте вот так вот это мы тоже соединяем этот вход мы соединяем вот так вот с этой тропинкой от этого входа мы делаем вот так вот далее можно даже сделать вот так вот вот этот вход тоже надо соединить и давайте мы его вот так вот поведем и вот так вот мы его тоже поведем почему бы и нет тропинки всему голова тропинки это круто вот это мы соединяем сюда это мы соединяем сюда вот это мы соединяем вот сюда и и вот так вот здесь делаем еще такую вот не знаю перемычку какую-то вроде как все входы соединены можно еще сделать что-то вот вот такое вот и вот здесь тоже это все дело вот так вот вот такой вот парк у нас получился вполне себе как по мне ответ надо все эти тебе дело теперь заполнять место для костра но все к дорогам да все к дорогам присобачивается но я я думаю что их можно делать действительно много пускай будут костры не знаю тут сожгут не сожгут нам парк этими кострами посмотрим кто кто будет адекватнее романыч или филимошен и есть еще второе место для костра давайте тоже это все дело запихнем много это же природный парк пускай люди сюда ходят на пикник здесь вот все у нас в местах для костра я думаю хватит палатки палатки палаток тоже можно делать много я думаю можно их просто нет в ряды мы их пихать не будем чтобы люди были как-то более менее уединены идеологичнее было бы около места для костра это делать палатки 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 платка номер два тоже давайте ссунем много различных планшеб это все потом не сгорело разом потому что я знаю как это происходит не попал нормально бывает давайте сюда все в палатках такой вот природный парк у нас получится так вот эту нашу такое палатка номер три вот она вообще классная большая вспоминать транспорт февер люди которые хотят уединиться в общем то черта счет и красная здесь все такое это парковая зона до не дотягивается парк до них а там потом в городе тоже накрячем парков и проблема палатки палаток много надо это есть все палатки больше ничего обзорная площадка мест для палаток а вес короче у нас куча всякой фигни еще потом появится ответственно всего посетителей нас нету развлекательная ценность у нас по-моему на несколько уровней вперед есть поэтому пока что просто наблюдаем и смотрим разумеется когда его прокачаем до пятого уровня засели мы его еще по полной деревьев чтобы он был прям такой лесной лесной но это друзья папа же и у нас большая потребность до сих пор по промышленным зонам не знаю куда и всунуть я не хочу уже друзья клетки покупать дополнительные хочу весь город оставить вот в пределах вот этих вот мест на самом деле знаете что я знаю что у нас по индустрии там еще будет вот этот вот кусок я думаю вполне можно выделить на какую-то промышленность можно даже лесодобывающую давайте в общем-то дорогами все это дело обвяжем сделаем вот такую вот двойную дорожку черта чё на прямая пошла не хочу прямой это здесь да придется делать перекресток ну да ладно здесь так отпускаем мы и здесь тоже получается 90 градусов до сюда приходим и соответственно сделаем теперь здесь квартальную застройку какую-то максимально плотную я думаю даже можно вот такими вот дорожками это делать все пойдет пойдет и тогда так это тоже ведем черт я не попадаю да что со мной не так да я понимаю что она не так туда дороги шумя кривые везде значит будет так ладно это мы соответственно делаем вот те как тут сделать а здесь надо делать тоже кривую дорогу которая будет идти за курятт я вот и приходит она вот сюда и вот так вот мы еще прямыми дорогами здесь тоже все обвяжем да код и вот бегут в вот такой вот у нас квартал здесь получился мы соответственно знаете что сделаем а у нас здесь парк получается значит парк надо немножко подрезать во первых район подрезаем райончик подрезаем вот тягут немножко да да та часть пускай остается делаем соответственно новое здесь район при будет с упором на лесную промышленность хочется мне знаете ли лес всему голова тут не очень много этого самого леса но они справятся главное чтобы были рабочие места и парковую зону мы тоже немножко друзья с вами подрезаем по римоша парк прости дружище тебя будет немножко по-другому и в этот район мы назначаем лес будет лес да ну и соответственно все это дело мы теперь застраиваем промышленность сюда промышленность у нас городе очень нужно она не будет портить землю она не будет портить природу поэтому здесь все будет круто я думаю что пока что хватит да пока пускай вот это заселяется пока будет так так что у нас тут по индустрии работников хватает ресурсов не хватает тоже они в общем-то скоро прокачаются до 4 левела этот парк у нас посетителей ждет и скоро они придут здесь у нас пошла наша промышленность они будут здесь выращивать деревья это не самое лучшее место конечно чтобы лесное хозяйство ставить но ничего страшного пойдет так а что у нас тут у нас тут свалки 34 97 процентов заполнены ну ладно как то все вот так вот по ферме по ферме мы уже давно здесь не были ферма уже приносит нам прибыль это прекрасно мука не приносит нам прибыль как мы видим не знаю что она идет на собственные какие-то нужды а вот животные продукты приносят и лишние злаки тут тоже довольно много вот это тоже все дело у нас появляется я еще друзья думал об объездном шоссе каком-то насчет развязок я еще думал я хотел это все дело переделать да все у меня руки не доходит никак неплохо было бы сделать в этот район какую-то объездную дорогу а еще кстати можно друзья соединить вот эти два района построить вот здесь какой-нибудь интересный мостик чем бы нет давайте сделаем какая-то минимальная разгрузка здесь появится или теперь все начнут ездить абсолютно по-другому шоссе мы друзья делать здесь не будем а вот такую вот дорожку с деревьями мы построим когда я тоже хочу кривую вот из этого перекрестка как-то вот так вот этот мостик у нас пойдет и будет он вот сюда вот приходить нормально люди смогут добраться из одного микрорайона в другой быстрее чем на метро получится на самом деле может быть действительно насчет метро то что мне говорили как у нас парк филимоши достиг 2 уровня еще посмотрим насчет метро говорили соединить вот эти вот ветки может быть имеет смысл но это надо будет второй маршрут тогда делать точнее сделать два кольцевых маршрута тогда можно сделать люди у нас пользуются метро сейчас что 27 неделю неплохо давайте сделаем только чуть попозже сначала парк 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 это то мне кажется этот парк у нас быстро прокачать потому что здесь много объектов ставится такс парк у нас стало доступно вот такая вот обзорная площадка не знаю что они там собираются обозревать а пускай будет знаете ли себяшки делать выйти и из фоткаться на фоне парка почему бы и нет поставим по две штуки таких вот две разных и места для палаток вот это хреновина уже много места занимает а сам дальше тоже какие-то большие штуки появятся знаете пока не хочу их ставить хочу посмотреть что будет развлекательной ценности у нас хватает вообще с лихвой просто так что ждем опять-таки посетителей давайте разберемся с метро тогда а может быть да действительно имеет смысл это все дело соединить давайте проложим тогда пути с этой станции будет кольцевая станция значит давайте кривые чтобы было красивее как то вот так вот это все дело пойдет а здесь у нас уже она надземная а да как то чтобы она соединилась вот так пойдет стрелочка в общем то будет и тогда маршруты 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 им то надо удалить тогда старый 701 пассажиры посмотрим как это у нас потом будет работать соответственно делаем тогда два круга два маршрута которые будут ездить просто по кругу двух разных направлениях посмотрим какой у нас будет быстрейшим каким точнее не быстрейшим по скорости они будут скорее все одинаковые вот каким из них будут больше пользоваться люди уже хороший вопрос вот сюда создаем новый маршрут который поедет в обратном направлении текут 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 и обратно все у нас все обвязано теперь просто так рада красоте нюшка да вот так потребность у нас по рабочим местам упала это хорошо но появилась потребность да и не появилась она уже давно висит здесь по поводу коммерческих зон и коммерческие зоны мы сейчас впихнем нас вот эта вот дорога вся будет в коммерции черт пробки будут или давайте коммерции у нас будет вот здесь вот да будет немножко легче добраться здесь широкая дорога вот здесь будет дохренища просто коммерции правда здесь электричество нету сейчас она там появится а электричество нету в больничке поэтому все нормально хорошо давайте заселяйтесь у нас тут гроза пошла кстати по поводу катастроф до статистику мы посмотреть прошлой катастрофы не можем но там никто не пострадал вот еще опять жахнула гроза здесь у нас все нормально видимо этот парк друзья мы не прокачаем до 5 уровня потому что и здесь просто некуда ставить все остальное но я думаю ничего страшного дублировать аттракционы просто это не мне прикольно давайте деревьями тогда все это сделать заставим вот такими вот большими деревьями они не такие уж и большие есть побольше деревья короче заставляем все деревьями по максимуму деревьев парке аттракционов просто на самом деле дублировать аттракционы ради развлекательной ценности она того не стоит и кажется и так парк будет довольно симпатичным вот а сейчас мы еще деревья здесь засадим твою хуже и все будет классно я опять кстати не поставил мод на кисть деревьев поэтому делаем это вот таким вот кощунственным способом я думаю ничего страшного так вот это вот все мы тоже здесь деревья вставим дохренище ой нормально теперь она выглядит вполне себе симпатично потом и филимошевский парк тоже филимошевский филимоша парк да то же самое сделаем потом и будет красота это у нас тоже парковая зона будем считать что да поэтому здесь тоже деревья будут расти много деревьев люблю много деревьев десна что приходится конечно так вот с память дела чем место есть но блин опять таки что-то как-то дисбаланс какой то есть нехороший дублировать ради развлекательной ценности я еще понимаю можно этих палаток кучу сувать или мест для костра это имеет смысл оставить однообразные аттракционы в парке по-моему это не круто реально это не прикольно так и последний вот этот фрагмент деревьями тоже здесь у нас теперь а лес вот так красотища красотища все нормально все вообще да можно теперь это все дело понаблюдать слушайте действительно красивый парк получается можно даже это все дело заскринить на обложку или лучше вот с этим аттракцион щекам до лучше вот так вот здесь красивый парк прости женька но пятый уровень здесь не светит не имеет смысла а вот здесь потом с деревьями это вообще все будет классно выглядеть но это потом сначала мы его полностью прокачаем далее 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 что у нас далее у нас опять большущая потребность в рабочей силе получили по его и появилась да поэтому мы ее добавляем еще не в рабочей силе а вместе для работы люди хотят работать это конечно похвально то они хотят работать чем-то моя задача дать им это место для работы вот лесорубы давайте идите работайте так а нас тут проблемы с водой потому что она просто сюда не проведена но мы легко исправляем это недоразумение и вот здесь вот тоже мы вот так вот это все дело исправляем на всякий случай на будущее вон вот так вот район этот не сильно спешит у нас застраиваться тон пожар какой-то непонятный я думаю его легко потушит точнее район то застраивается просто место для застройки им сейчас предоставлено столько что у нас уже почти 50 тысяч жителей между прочим 55 это новый уровень и у нас появится грузовой аэропорт и обычный аэропорт аэропорт я ставить не буду потому что не хочу самолётики знаете ли это не моё а здесь еще посмотреть сколько мест для заселения высокой плотности так что все нормально здесь вот у румына люди умирают потихоньку все нормально крематории не справляются кладбище не справляется вообще чуть смертей как-то прям много но ничего страшного люди умирают вы знаете ли жизненный цикл человек рождается потом умирает все умрут и смертных среди нас нету что у нас здесь склад 93 процента наполненность слушать а может быть он даже заполнен сильно понятно что там импортируется что экспортируется импорта немножко есть вообще в целом все нормально да кстати сейчас уже вот-вот у нас будет он 4 уровня мы друзья этим займемся уже в следующий раз и с этим парком поразвлекаемся следующий раз здесь уже тоже совсем скоро он у нас прокачается прямо в начале следующей серии все это будет на этом друзья у меня все не забывайте про подписочки и про лайкусики если вы не подписаны не поставили лайк и напишите что-нибудь в комментариях и мне будет приятно на этом друзья у меня все не болейте всем спасибо за просмотр и пока кидаем